Ежегодно 26 июня в Беларуси отмечается День работников прокуратуры. Это ведомство – одно из старейших. Его главная задача – служить закону, интересам страны и каждого гражданина. В преддверии профессионального праздника корреспонденты ОКС-ТВ пообщались с заместителем прокурора Сморгонского района Игорем Якимовичем. Меня зовут Якимович Игорь Александрович. Я заместитель прокурора Сморгонского района и юрист второго класса. Родился в городе Гродно, все свое детство и жизнь провел там. В 2014 году я закончил гимназию номер 3 города Гродно. В тот момент был выбор, куда поступать и определяться с дальнейшей своей будущей профессией и судьбой. Я решил, что свяжу свою жизнь с правом, а именно с правоведением. На тот момент поступил в 2014 году в колледж бизнеса и права «Гродненский филиал». Отучившись там два года, в 2016 году на сокращенную форму обучения я поступил в частное учреждение образования БИП Института правоведения. Закончив этот институт с красным дипломом, у меня уже был выбор, который я осознанно принял для себя. Учаясь в институте, на тот момент проходили мы практику и попав в органы прокуратуры, поняв какая здесь специфика и направление деятельности, чем занимаются прокурорские работники, я понял, что свою дальнейшую жизнь хочу связать именно с этой профессией. В первую очередь, конечно же, органы прокуратуры занимаются надзорной деятельностью, надзором за соблюдением законодательства всеми гражданами, субъектами. Мы, как прокурорские работники, чтим и требуем от других соблюдать требования законодательства, которые нам предписаны. В 2018 году я поступил как внештатный сотрудник в прокуратуру Гродненской области, где был распределен и закреплен за прокуратурой города Гродно. Будучи студентом и также внештатным сотрудником, два года я на постоянной основе подчерпал для себя новое знание именно в прокурорской деятельности. После окончания института, получения диплома, один год моей жизни был отдан армии. Я прошел службу в органах пограничной службы Гродненской пограничной группы. После этого, четко зная, что я хочу связать свою дальнейшую жизнь с органами прокуратуры, я пошел в прокуратуру Гродненской области, где и в дальнейшем был принят на работу в качестве стажера на должности помощника прокурора города Гродно и там стажировался. Стажировка проходила 6 месяцев, после чего мне уже было присвоено и класс начин, и должность как помощника прокурора города Гродно. С 12 июня 2023 года я уже назначен на должность заместителю прокурора Сморгонского района. На тот момент, когда уже было определено приказом генерального прокурора, что я занимаю должность заместителя прокурора, для меня это было как рывок в неизвестность. Я не знал, что меня здесь ждет, я ни разу не бывал в городе Сморгоне, но знал, что с опытным руководителем, который был также назначен, мне никакие трудности не помеха. Прибыв уже в Сморгонь, понял, что этот город очень красивый здесь, добрые, отзывчивые люди, и для меня этот город не то чтобы вторым домом стал, но очень хорошим и дружественным приютом. Конечно, при таком большом количестве задач, возложенных на органы прокуратуры, свободного времени у нас минимум, но мы стараемся посвящать это свободное время, как, конечно же, своей семье и саму себе. Если уже непосредственно касаясь меня, то в свободное время пытаюсь и стараюсь посещать всякие различного рода тренажерные залы и спортивные массовые мероприятия, чтобы крепнуть не только умом, постигая гранит науки, но и также телом. Говоря о лозунгах и девизах, которые есть у каждого, у меня есть один очень хороший, который всегда идет со мной на пути. Это цитата одного из классиков. «Это нет таких вершин, что взять нельзя». Эта цитата, она очень хорошо акцентирует свое внимание в деятельности прокуратуры. Прокурор всегда познает что-то новое для себя, всегда совершенствуется. С изменением законодательства прокурор в первую очередь должен сам изучить все изменения для того, чтобы в дальнейшем их применять на практике. Моей поседневной жизненной настольной книги является кодекс чести прокурорского работника, потому что в этом кодексе отражены все моральные качества, которые должен обладать прокурорский работник. В моей жизни был интересный случай. Будучи студентом, учащаясь на втором курсе в институте, был один интересный факт. Это когда я выходил из дома уже ближе к вечеру, на лестничной клетке я обнаружил человека, который спал на пролете. Пытался его разбудить, но человек не приходил в чувства. Дома, может, ему плохо, может, требуется какая-то помощь, но понял, что человек очень крепко спит. Выйдя на улицу, увидев сотрудников милиции, я сразу же обратился к ним и сказал, что в подъезде есть человек, который нуждается в помощи. Зайдя вместе с сотрудниками милиции в подъезд и указав на данного мужчину, мы его травем пытались разбудить. Разбудили и увидели возле него небольшой сверток. Как в дальнейшем оказалось, это был сверток наркотического вещества, а именно гашиш. В дальнейшем отношение лица было возбуждено уголовное дело, по которому я проходил свидетелем. Также был, допрашивался уже на тот момент коллегами в ходе судебного свидания. Для меня работа – это, в первую очередь, возможность для самореализации, для подчерпывания новых знаний, для себя, нахождения чего-то нового. И, конечно же, в первую очередь, это достичь истины и найти эту истину, которая кроется в мельчайших подробностях и деталях. Будучи прокурорским работником, в первую очередь хочется помочь всем, кому можешь, все, которые обращаются в прокуратуру, найти ту иголку в стоге сена, которая решит любые трудности граждан и в дальнейшем поможет также и мне. По моему мнению, конечно же, в первую очередь, прокурорский работник для себя должен быть честным. Честным с собой, честным с гражданами и также честным перед законом. Состав прокуратуры Смургонского района состоит из пяти оперативных сотрудников, на которых возложены очень обширные задачи, тем более при величине района. При сплоченности коллектива, при взаимопомощи, поставлении друг друга своего плеча и поддержки, мы выполняем все эти задачи честно. 26 июня прокурорские работники отмечают свой профессиональный праздник. Хотелось бы пожелать им продвижения по службе, достижения тех целей, которые они поставили для себя, а также не забыть ветеранов, которые отдали большую часть своей жизни, служа закону и народу.